здравствуйте дорогие зрители и слушатели журналисты дэй сегодня у нас в гостях татьяна будник специалист по человеческому дизайну human design здравствуйте татьяна здравствуйте екатерина и сайте все и сегодня первый вопрос а что такое человеческий дизайн о котором так много сегодня начинают говорить немножко поправлю вас катерина human design можно назвать правильнее наверное как дизайн человека возможно так будет приятнее нам обсуждать эту тему всех human design как таковой явился нам точно недавно это молодое знание молодая наука которая изначально пришла к нам как знание вселенной как дизайн вселенной это то что описывает мироустрой описывает процессы жизненные описывает то как энергия внутри нас взаимодействие с энергией во мне а дизайн человека это частный случай дизайна вселенной также можно говорить о дизайне растений о дизайне животных о дизайне отдельной группы о дизайне семьи о дизайне бизнес-процесса поэтому дизайн человека это частный случай и из дизайна человека происходит все понимание этой науки как таковой часто когда меня спрашивают что такое дизайн человека я люблю шутить в ответ и говорить что это типа гороскопа но моднее и пока это вызывает интерес я пытаюсь объяснить что здесь включено много фундаментальных наук порядка 13 то есть это наука изначально в этом мало эзотерики в этом больше практики и конкретики здесь подключены фундаментальные знания такие как и дзин книга перемен такие как астрологическая ведическая астрология такое знание как кабала теория сферот это если взять духовные подходы если взять сугубо практические подходы то это нейрофизиология это также наука здоровом образе жизни это также какие-то медицинские базовые знания то есть когда человек узнает про свой дизайн узнает о себе полностью он узнает о себе достаточно много и когда я стала изучать дизайн для меня это было своеобразным отпущением грехов я поняла что я как человек имею право гневаться имею право расстраиваться имею право выражать свой гнев имею право быть собой потому что это зашито в моей карте зашито в моей энергии изначально и если кто-то мне говорит что мы не должны или мы должны свои эмоции контролировать я как правило пропускаю такие заметки мимо и понимаю что если человек эмоционален то так или иначе ему нужно проявлять эмоции ему нужно их выражать потому что от этого зависит его корректное и здоровое функционирование его тела его сознание как следствие счастливая жизнь поэтому дизайн человека это наука о том как жить счастливой наполненной жизнью быть счастливым и это счастье распространять дальше и если такая корректная прекрасно счастливая ситуация где-то случается то вселенная в ответ соответственно все свои блага туда и направляет поэтому проживая себя будучи корректным самым собой будучи счастливым мы делаем счастливыми своих окружающих и как следствие вселенную ваш личный пример как вашей жизни появился дизайн и почему вы решили отойти от других сфер своей деятельности и заняться вплотную тем чтобы нести его дальше людям интересный вопрос большое спасибо за него я люблю на него отвечать говорить что это был тот случай когда не магомед пришел горе а гора пришла к магомеду я на виду того что я личность интересующиеся увлекающиеся я издавна интересовалась нумерологии астрологии и всеми прекрасными другими знаниями которых сейчас стало все больше они стали доступней и вышло так что все мои знакомые говорили мне в один голос вот дизайн человек это для тебя ты пожалуйста узнай об этом ты пожалуйста поинтересуйся и я отмахивалась думала что это какая-то новейшая технология какая-то непонятная штука которая является каким-то американским или нлп продолжением чего-то чего-то и всячески отмахивалась но вышло так что я встретилась с дизайном я встретилась со своим учителем свои преподаватели которые посвятила меня в это помогла разобраться в себе в своей личности и с этого момента началось волшебство я поняла что я принадлежу к 8 процентов населения земля то есть я отличаюсь от девяносто двух процентов населения людей и все что происходит у других совершенно не должно происходить у меня это вот то отпущение грехов о котором я говорила раньше и в этот момент моя жизнь начала наполняться новыми красками я стала открывать для себя те вещи которые я себе почему-то почему-то не позволяла или те вещи которые я откладывала на потом стали для меня важными и жизнь поменялась я переехала жить другой город вышло так что я стала работать в аюрведическом центре заниматься аюрведой йогой тем делом которым я занималась до этого как хобби на протяжении 15 лет а теперь это стало моей моей работой моим моей профессии и я теперь так и живу то есть я везде вижу дизайн я когда я смотрю на человека я вижу в нем проявление его природы и всячески стараюсь помочь ему эту природу проявить сделать это праздником для него они просто чем-то что бывает обычной каждый день я пытаюсь к каждому человеку этот вкус как праздновать свою природу как находиться в удовольствии от того что ты есть собой вот в удовольствие который мы чувствуем прямо вот кожей это можно сравнить только вот когда знаете мы многие из нас любят мороженое вот когда мы покупаем мороженое а в нем много воды или мне много какого-то привкуса другого мы понимаем не то а вот когда мы покупаем находим тот план бир который мы когда-то кушали в детстве наше тело говорит вот это она да и это ощущение ни с чем другим не спутаешь это это правда это нас то-то настоящее которое очень сильно тебя обогащает и делает тебя наполненными счастливыми к вам приходит большое количество людей на консультации на групповые консультации да на разные виды скажем получение этого знания а в какой момент человек обычно начинает задумываться о том что ему нужно было бы или хотелось бы узнать что-то о своей внутренней природе правда ли что много людей только ошибаясь и только ощущая что они либо идут не по своему пути либо не получают то что они хотят начинают задумываться о том как бы это исправить и как пойти не во внешний мир а вглубь себя в абсолютно правы часто люди приходят ко мне за консультацией именно тогда когда на совершали ошибок но хочу сказать что я изначально познакомилась с дизайном на фоне бизнес-процессов ко мне обратились за консультация знакомые из такого государства которые планировали инвестировать крупную сумму в один проект и ну разумеется когда перед тобой стоит такая большая задача большие финансы большая ответственность тебе хочется прочитать риски это нормально и мы с этими людьми взяли команду которая участвовала в этом проекте просто просмотрели их по дизайну и сделали вывод что конкретно какой-то энергии в этой команде не хватает если эту энергию привлечь в этот проект то тогда проект станет максимально успешным и очень часто дизайн человека применим именно в бизнес-процессах потому что ну сейчас уже такие времена когда нам нету нет желания нет времени на раскачку мы хотим гарантированных результатов мы часто помним о том что жизнь такая короткая что нет смысла ошибаться есть смысл сразу все просчитать а затем уже отправиться в дело и получить максимально подходящий для нас результат поэтому повторюсь для бизнеса для понятия своих бизнес способностей для моделирования команды это очень прекрасный рабочий инструмент приведу просто простой пример о чем это чтобы это было наглядно ну вот к примеру если в команде команде управленцев допустим из пяти человек четыре проектора да это уже пошла профессиональная терминология то люди которые могут максимально просмотреть схему это люди которые понимают все детали которые способны увидеть глубину каждой детали настолько дотошно насколько другие не способны и если в управленческом звене много именно вот такой вот таких людей такой энергии то проекты будут идеально спланированы но также в управленческом звене нужен человек который это все будет реализовывать поэтому важно уделите еще этому факту внимания иначе ваши проекта останутся просто красивыми миллионными проектами которые просто на бумаге или на словах поэтому очень нужна энергия которая их реализует жизнь и вот же глядя на конкретно на ситуацию мы понимаем что сюда нужно привлечь других людей или кого-то к примеру заменить либо же на берегу с этими людьми обсудить их обязанности более четко для того чтобы каждый понимал за что он отвечает если речь идет о бизнесе вторая часть людей которые приходят на консультацию это те которые действительно что-то ищут ищут ответы на вопросы ищут способы разобраться в себе какой-то своей ситуации либо же хотят разобраться в том что все я делаю правильно я соблюдаю все правила я стараюсь я иду к своей цели а результата нет или я не чувствую счастье к примеру да самый распространенный вопрос почему я не чувствую счастье от жизни бизнес есть все хорошо в семье полный достаток могу позволить себе все но не радует меня почему это самый распространенный вопрос почему же мы поговорим об этом на этот вопрос нельзя ответить быстро да вот почему потому что это развернутый ответ который как раз есть консультация это глубокий трансформационный процесс на который я отвечаю полтора-два часа и с этим ответом человек уходит жить этого ответа ему хватает на полгода может быть год пока все распакуется пока это начнет проживаться они просто быть информацией когда это станет знанием они просто информации когда мы на когда человек начинает действовать исходя из своей стратегии принимать решение исходя из своего авторитета тогда это становится ценностью и после такого взаимодействия после прочтения дизайна жизнь действительно меняется и третья категория людей это разумеется дизайн ребенка потому что если мы про взрослого человека что-то можем понять спросить там отправить к психологу конце концов коучу какому-то консультанту то двух-трехлетнему ребенку крайне сложно додать такие вопросы помочь ему чем-то разобраться проще глядя на его карту понять его индивидуальные особенности понять его таланты у меня даже есть курс который называется как раскрыть талант ребенка не навредив ему при этом который пользуется большой популярностью и когда это такая ну извините за грубой своеобразная инструкция к ребенку мы конкретно понимаем что вот такой образ жизни ему лучше всего вот такой режим дня ему лучше всего вот такое питание ему лучше всего вот такие у него качества если он капризничает то он капризничает именно поэтому да то есть и конечно есть родительская мудрость есть накопленный годами опыли но есть конкретная инструкция соблюдая которую воспитание становится приятным приключением они чем-то сложным каким-нибудь сложным испытанием и не приносит трудностей правда ли что все люди разные настолько что каждому из своего типа дизайн из из особенностей своей личности странно воспринимать что другой человек совершенно по-другому и воспринимать мир информацию чувствует даже думает по-другому прекрасный вопрос и я очень люблю на него отвечать потому что изначально дизайн человека это наука о дифференциации это наука о том какие мы все разные и если вот посмотреть вообще глобально на все то иной раз я когда там очень глубоко об этом задумываюсь у меня иногда даже одолевает страх как это мы вообще в принципе друг друга понимаем все знают притчу когда в темной комнате оказались несколько людей в комнате был слон и каждый трогал слона и говорил слон это хобот другие говорили слон это уши кто-то говорил что слон это толстая нога и вот каждый из нас жизнь видит именно так глядя на простой предмет виде чашки да кто-то видит сначала синий цвет кто-то видит сначала форму кто-то видит ручку и мы настолько все разные что вообще как происходит между нами взаимодействие коммуникации это в принципе чудо но в этом чуде мы живем каждый день это чудеса которые сопровождают нас каждый момент и вот о том как это чудо сделать праздником для себя и окружающих это и есть понимание собственного дизайна и то что вот вы сказали все люди разные потому что у всех разные способ мышления способ восприятия информации способ хранения информации в нашей памяти способ понимания себя своих эмоций с окружающего мира изначально дизайн про то чтобы понять себя уважать себя и если ты истинно понимаешь себя и уважаешь то ты автоматически уважаешь другого его природу его индивидуальности его красоту есть такая поговорка китайская пусть цветут разные цветы давай тогда жизнь будет красивой и прекрасной и вот это про это дизайн про это human design design человек вначале вы сказали что дизайн это понятие шире чем только дизайн человека что это дизайн мироздания дизайн вселенной мира в котором мы живем действительно ли с этой точки зрения времена меняются и сейчас мы живем в тот период когда человечество перестраивается на какие-то новые вибрации на новое ощущение на новое состояние и в голове мы еще живем памятью предков а на самом деле уже идем вперед вот если нестыковки в этом процессе абсолютно верно нестыковок достаточно много и мы это наблюдаем повсеместно на каждом шагу дизайне человека есть такая часть дизайна и наука о космологии да о том как устроено мироздание вот это наука говорит о том что не так давно она стала больше влиять планета уран цикл вращения урана вокруг земли восемьдесят четыре года то есть половина этого цикла 42 года раньше на нас влияла другая планета и на наших скажем так телах на наших биологических оболочках которых мы сейчас с вами находимся на этих транспортных средствах которые перевозят наши души висела условно бирка на которой было написано болен до 50 лет сейчас тела другие транспортные средства наши в которых мы живем другие теперь бирк на бирке написано годен до 84 лет то есть раньше в 25 лет это была середина жизни в 25 лет нужно было уже иметь карьеру троих детей и успешный бизнес то если говорить о современных тенденциях современностной жизни то истинная зрелость наступает только в 42 года это половина цикла вращения урана вокруг земли то есть до этого времени сознание не является до конца зрелым психика не является зрелым и можно сказать что юность заканчивается только в 42 года и мы это наблюдаем повсеместно сейчас стало более доступно различные знания о продлении жизни и продление молодости оболожение различные гимнастики чистки и так далее это тоже не случайно раньше на них люди не обращались только внимание потому что наверное были воодушевлены гонимы другими процессами сейчас же все меняется мы это видим вокруг и сейчас мы наполнены другим качеством и наполнены другими знаниями другим восприятием жизни и из-за этого мы эти изменения наблюдаем кругом то есть когда сейчас говорят что мы поколение инфантильных людей которые не заводят семьи до 40 лет рожают после 45 это совершенно нормальный процесс и общество должно перестроиться и начать воспринимать его как данность правильно полностью вы правы именно так но опять же это вопрос индивидуально мы не можем сказать что только так правильно мы можем дать информацию о том что планетарные циклы об этом это выбор каждого да и вот за что я люблю дизайн что он не говорит делай так иначе ты пострадаешь или что-то с тобой будет не так будет так как ты хочешь но прислушиваясь к истинным вот этим знанием к ценной информации мы можем сделать другие правильные выводы и вооружив с этим выводами будем жить по-другому я вот сейчас мне пришла такая смешная аналогия да вот как женщина у меня есть стиральная машинка я ее пользуюсь и вот когда стиральная машинка дает сбой я начинаю лезть в инструкции в мануала что же там нужно было на самом-то деле нажать и вот знание дизайна это такой мануал да мы можем жить без него и счастлива и довольна и все у нас будет хорошо но если мы хотим брать все от жизни то очень полезно этот мануал сначала прочитать вы консультируете спа-центре про которые говорили в начале хотела бы узнать подробнее потому что насколько я понимаю это не просто спа-центр а это целое такое сообщество людей увлеченных и умеющих и получать знания передавать его расскажите пожалуйста подробнее об этом месте и где можно записаться к вам на консультацию а юридический центр шанти в котором я провожу консультацию находится в городе одесс с большой гордостью хочу сказать что такого центра нет ни в киеве и даже пожалуй наверное во всей украине нет точно я говорю об атмосфере я говорю о том подходе который создатели организаторы центра вкладывают в это потому что сказать что они вкладывают всех себя и всю душу это ничего не сказать наш учредитель она лично подбирает оборудование подбирает текстиль она участвует во всех процессах и тестирует все абсолютно процессы то есть мы сначала все пробуем на себе а затем все уже транслируем дальше и приглашаем гостей у нас нет клиентов центре у нас есть гости а когда в гость приходит в дом это праздник и соответственно такую атмосферу мы стараемся создать каждому кто попадает к нам это а юридический центр мы следуем а юрведическому концепту а юрведа это про здоровый образ жизни и про долголетие про то как жить здорово здорово и счастливо от начала и до конца и ровно столько сколько вам отведено а юрведическая психология моя любимая психология она утверждает следующее что руки ноги целы ничего не болит на голову не капает значит все прекрасно и исходя из такой позиции очень просто смотреть на жизнь глядя на любую ситуацию мы всего лишь понимаем что она неизбежно произошла и найти выход из этой ситуации можно любым способом главное при этом чтобы все были счастливы все вокруг были довольны то есть выйти из нее таким способом чтобы согласно доброй воли всех окружающих а юрведа это не просто набор знаний о медицине о том как лечить тело если она заболела юрведа это образ жизни как в фильме матрица однажды скушают таблетку ты уже не захочешь обратно подтверждение тому что кто практикует этот подход выглядит моложе чувствует себя счастливее часто говорю есть стереотип заблуждения что идя юрведическим путем нужно полностью менять образ жизни сидеть на жесткой диете это все скажем так злые языки это все заблуждение это все происходит мягко корректно с каким-то возможно пониманием что это важно но через время тело само выбирает то что для него полезно и здорово вот примеру хочу поделиться своим опытом вот я часто вот люди ходят в магазин на шопинг со списком я говорю о продуктах питания и я хожу по другому я прихожу в маркет и спрашиваю своего тела с чем ты из этого вот что тут и вокруг тебя хочешь соединиться мое тело само выбирает я хочу там к примеру авокадо или я хочу капусту или я хочу гречку и тогда еда начинает быть лекарством дело само в теле столько осознанности что она сама выбирает что ему нужно и когда вот таким путем мы идем то мы во первых не тратим лишнее время как следствие деньги на ненужные продукты не нужно и покупки и это ну скажем так дает какой-то определенный фокус этот фокус мы затем переносим в свою жизнь на свои дела на взаимоотношения с близкими на бизнес на планирование отпуска жизни и так далее и тому подобное то есть это просто удобно просто удобно не отвлекаться на ненужные для тебя вещи ненужные вещи я вот как раз отвечу на тот вопрос который вы задали раньше дизайн человека называет ложными темами что такое ложная тема но вот к примеру вот комната в которой мы находимся к примеру здесь очень холодно да мы всячески с вами решили эту комнату нагреть мы включили кондиционер принесли колорифер что-то еще там какие-то сами утеплились но при этом к примеру открыли настежь окно то есть все тепло которое мы тут с вами составляли уходит в окно то есть вся энергия которую мы вкладываем в процесс достигания цели в желание понять как туда попасть куда мы хотим как того достичь она уходит в пустоту то есть что-то нас отвлекает и жизнь она полна ложных тем родственники говорят одно по телевизору говорят другое реклама говорит третье и мы постоянно на это отвлекаемся 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 и чтобы ум не цеплялся за ложные темы а был сфокусирован на то что важно тебе конкретно чтобы прожить свой талант свои прекрасные качества вот в этом нам и помогает дизайн чтобы записаться ко мне на консультацию можно найти меня в фейсбуке по имени фамилии татьяна будник либо же найти нас в интернете аюрведический центр шанти город одесса и прийти к нам буду всех рады видеть на садовой 16 в центре города у соборной площади намасте благодарю вас прекрасного продолжения дня а нашим зрителям и слушателям я напомню что сегодня у нас в гостях татьяна будник специалист по дизайну человека благодарю вас и всем хорошего дня